Западно-казахстанские водители просят о помощи и жалуются, что чуть ли не ежедневно застревают на недостроенных или плохо отремонтированных дорогах. Соцсети заполонили видео, где в огромных лужах, ямах и грязи тонут и буксуют автомобили. Сотни дефектов и нарушений при строительстве трасс нашли специалисты дорожной лаборатории. Это при том, что на ремонт только в этом году заложили десятки миллиардов тенге. Татьяна Рудометова разбиралась в проблеме. Это поселок Кусуба в Сырымском районе, что в двух сотнях километрах от Уральска. На местных дорогах подрядчики круто взялись за ремонт. Верхний слой покрытия сняли до старого грунта и уехали. Теперь участок как после бомбежки, говорят сельчане. А в дождь по ней ни на чем, кроме трактора не проехать. Такая же ситуация в Жангалинском районе. Тендер провели в августе, потом месяц еще чего-то ждали. Это вина Акимата. Потом появляется подрядчик, начинает строить дорогу. Не может ее достроить из-за плохой погоды и уезжает. Мы опять остаемся без дороги. А на следующий год он скажет, что теперь стройматериалы подорожали. Дайте еще денег. Постоянно так происходит. Но чиновники уверяют, тендер проводят вовремя. Иногда даже заранее, чтобы подрядчики успели хорошо подготовиться. Но некоторые из них пытаются сэкономить на стройматериалах. И дороги получаются некачественными. Мы сейчас не платим подрядчикам, которые выполняют свою работу некачественно. Но у нас и нет возможности переделывать их работу. Из-за погодных условий мы не можем заново перекладывать асфальт. Поэтому этот объект переходит на следующий год. Из 6 тысяч километров дорог региона больше половины без асфальта. Но и к тем, что с покрытием есть вопросы. Специалисты обследовали ряд новых трасс областного и республиканского значения в регионе. И сделали более сотни замечаний. Самое распространенное. Использование стройматериалов, не соответствующих стандартам качества. В целом 850 проб было отобрано. Из них 50% несоответствия показали нормативным документам. Данные заключения мы направили в официальном порядке заказчикам, технодзорам, подрядчикам для устранения данных несоответствий. Кроме того, было выявлено 175 замечаний дефектов в рамках выполнения строительно-монтажных работ. Данные переданы заказчикам Акиматам. Если подрядчики не согласятся добровольно устранить недоделки, чиновникам придется обращаться в суд. Отмечу, в этом году выделен 81 миллиард тенге, чтобы заасфальтировать 615 километров западно-казахстанских дорог. По отчетам властей деньги уже освоены, а по ощущениям водителей эффекта это пока не дало. Татьяна Рудометова, Алтынбек Кабделов, Астана Таймс из Уральска.